О спорте поговорим в ближайшие 5 минут. С вами Илья Вихарев. Здравствуйте. Ижевские родники провели первую встречу 1-4 Кубка России с баскетболистами из Ривды. Она завершилась победой родников с минимальным перевесом в 3 очка 74-71. Но победа над темп Сумс УГМК ценна еще и тем, что команда соперник, Купол родников – действующий обладатель Кубка России. Ответный матч состоится 11 декабря. За последние пару недель Ижевским родникам пришлось пройти 6 противостояний. Напряжение и усталость сказались на первой встрече 1-4 игр Кубка России. Важная для родников встреча оказалась вязкой и тягучей. Обе команды начали играть от защиты. В первом периоде соперники реализовали минимальное количество попаданий. Команда соперников забила 13. Может где-то мандраж, волнение. Мы ожидали, что будет плотная, тяжелая игра. Никто не собирался уступать. Команда начали играть от защиты. От защиты и, наверное, поэтому такой маленький счет был в самом начале. У всех бывают подъемы, спады, взлеты. Возможно, где-то физическая усталость накопилась, потому что сейчас за две недели у нас было 6, порядка 6 или 7 игр. То есть тяжело. Парни все на пределе сегодня играли. Видно, что свежести не хватает. В том числе и мне. У родников, как всегда, отличился Евгений Фидий. Он принес команде максимальное количество очков. В такой ответственной игре процент трехочковых попаданий у Ижевчан не порадовал. Всего 29. Но это оказалось больше, чем у темпа. Зато гости из Ревды оказались проворнее под кольцом. У них перевес на 8 атак. В третьей четверти родники буквально вырвали 3 очка. И этого оказалось достаточно для победы. Потому что в заключительном отрезке встречи обеим командам удалось намолотить ровно по двадцатке. В принципе, сами не показали тот баскетбол, который мы планировали. Ввязались в игру противника. Но в этом я вижу проблем. Жестно-протная команда, которая тоже достойна бороться за самые высокие места. Поэтому готовились к игре. Люди показали нам, как надо играть в баскетбол. Будем проводить работу. Будем над ошибками думать. Исправлять. Впереди ответная игра. Надо играть. Ответная игра с Ревдой родникам предстоит 11 декабря. А ближайшие спортивные испытания у ижевчан намечены на 4 декабря. В Москве баскетболисты сыграют с Руной. И в продолжении темы игровых видов спорта. Гонбалистки Ижевского университета провели на своей площадке очередной матч женской национальной суперлиги. Принимали они уфимскую Алису. Эта встреча завершилась победой ижевчанок со счетом 27-24. Следующая игра 10 января. В столицу Удмуртии приедет команда Ставрополья. Дубль университета тоже принимал гостей. Майкопский клуб Агуадеев-2 в двух поединках оказался сильнее нашей команды со счетом 30-23 и 27-12. Впереди у подопечных Арины Веретенниковой игры с дублем Звенигородской звезды. Пройдут они в Ижевске 22 и 23 декабря. А тремя днями позднее в гости к нашим гонбалисткам пожалует клуб Лада-2. К другим темам. Тренерский штаб Федерации лыжных гонок России определился с заявкой на первый этап Кубка мира, который пройдет в финской руке. В состав команды вошла и наша землячка Лилия Васильева. Она заявлена на классический спринт 26 ноября и индивидуальную гонку классическим стилем 27-го. В заключительный день состоится коньковая гонка преследований по итогам первых двух соревнований. А в Хакасии прошел первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Там отличился уроженец Удмуртии Александр Ившин. Он на классической десятке завоевал бронзовую медаль, попал в десятку сильнейших в классическом спринте и наш Владислав Азанов. 14 декабря в Чайковском состоится второй этап национального кубка. Готовятся к важному для себя турниру и гимнасты. 15 декабря в Ижевске стартует чемпионат и первенство Удмуртии, на котором выступят все сильнейшие атлеты из Глазово, Воткинска и Ижевска. Тренировки каждый день. Программы гимнастами отрабатываются и не раз. Усложняется и база. Наставники ждут результатов. Впрочем, сами спортсмены тоже. Я хочу попытаться выиграть этот турнир. Я оцениваю свою физическую подготовку очень хорошо. То, что когда я вышел после болезни, мне было очень плохо восстанавливаться. Но я сейчас восстановился и готов. Меня побеждали только из Казани. То есть ты у нас в Удмуртии лучший? Ну да. Ну ставлю задачи для себя выполнить нормативы мастера спорта. Ну и в отдельных видах набрать баллы, чтобы, ну, как сказать, около 12,5 баллов нужно набрать на каждом снаряде, чтобы выйти в финал. Гимнастика движется в Удмурской республике. Тренера более опытные становятся и готовят лучше намного. На республиканском турнире будут разыграны не только награды, но и путевки на зональное первенство. И еще одна хорошая новость. В Абу-Даби на чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу порадовали высокими результатами водкинские атлеты. Чемпионом мира в категории мастерс стал Геннадий Дмитриев. Серебро в своей возрастной группе завоевал 9-летний Глеб Бобров. Поздравляем. На сегодня это все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин